Вы были свидетелями, что фактически все ведущие партии, имеющие фракцию в парламенте, единодушно выступили с инициативой о досрочных выборах, проведении досрочных выборов депутатов и совместить это с выбором Аслихата всех уровней. Мы полностью эту инициативу поддерживаем. Вы знаете, что в прошлом году был обнародован план нации, 100 конкретных шагов главы государства. Фактически весь год все ветви власти, исполнительные, законодательные, в том числе эксперты, общественные силы активно участвовали в обсуждении. Вы знаете, что 82 закона было принято в реализацию этих 100 шагов в конце прошлого года. Большая была конструктивная работа проделана и правительством разработчиками, и мажористом депутатами. И, конечно, мы фактически в обсуждении всех 82 проектов участвовали. Хотел бы отметить, что в плане нации более половины шагов касается развития экономики и предпринимательства. Поэтому мы, предприниматели, крайне заинтересованы, чтобы успешно и достаточно эффективно, быстро были реализованы эти планы, которые фактически дадут новую основу, преобразят, проведут серьезную модернизацию всех сторон жизни общества, власти, бизнеса. Поэтому мы считаем это очень своевременная инициатива, чтобы новые силы, которые придут, мажористы. Партии, общественные силы, которые вступят в эту предвыборную гонку, получили мандат доверия от населения, от общества. И в кратчайшие сроки, уже перед началом разоседства шагов, получив с этим серьезным мандатом, и уже ближайший 4-5-летний срок, как раз участвовал в реализации всех этих шагов. Мы к этому призываем всех предпринимателей, всех граждан и все общественные политические силы поддержать данную инициативу. И выражаем надежду, что глава государства будет поддержана, подписан соответствующий указ. Потому что еще раз хочу сказать, что мы крайне заинтересованы, чтобы этот план активно, быстро, с новым мандатом реализовался. И второе, я хотел бы сказать, что план 100 шагов, вы знаете, что такие серьезные, фундаментальные реформы, касающиеся и судебной системы, касающиеся сфер общественных отношений, общественного контроля над исполнительной властью, это все в 100 шагах прописано, касающихся сфер экономики, предпринимательства. Я уже сказал, что в рамках него новый предпринимательский кодекс принят, это фактически конституция для предпринимателей, объединены все законы, усилены взаимоотношения государства и власти. Введено саморегулирование, то, о чем всегда мы говорили, наши аккредитационные ассоциации и палата тоже являются саморегулированной организацией, чтобы получить дополнительные полномочия, вовлечь общественные силы, активность людей, бизнеса в решении тех масштабных задач по преобразованию нашей страны, нашей республики. И мы очень надеемся, призываем к этому и надеемся, что такое решение будет принято, и это даст новый импульс, чтобы реализовать. Ну и самое главное решить и те антикризисную повестку, которая есть, консолидировав уже с новыми силами, дать ответ на все вызовы, которые стоят перед экономикой, бизнесом и обществом. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok